Совсем скоро саровские автолюбители смогут оценить на улице Семашко расширенную дорогу с высокопрочным покрытием. Там кладут третий слой асфальта на основе щебеночно-мастичного асфальтобетона. Такой состав применяется в основном на трассах федерального назначения. В нашем городе это будет первая дорога с износостойким покрытием. О составе и производстве материала расскажем далее. Состав щебеночно-мастичного асфальтобетона изобрели в Германии еще в середине прошлого века. В России он применяется более 10 лет, в основном на трассах с большим грузопотоком. Это дороги федерального назначения и автострада мегаполисов. Теперь оценить новый материал смогут и саровчане. Завершающее покрытие улицы Семашко делается именно из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Это стало возможным благодаря новому асфальтному заводу, установленному за третьим КПП. Это завод фирмы Вибау. Система управления стоит немецкая, фирма Мепротек. Здесь весовое дозирование точное, температурные режимы, везде стоят температурные датчики. Оператор в реальный момент времени видит на мониторах, что происходит с заводом. В кабине находится один человек и управляет полностью заводом. Производительность завода 160 тонн в час, он пятифракционный. Также на заводе установлено современное фильтровальное оборудование. Поэтому выброс пыли в атмосферу составляет меньше 10 миллиграммов на кубометр. У него из трубы есть, вот идет, там никогда не идет пыль. Если мы видим сейчас, это пар идет. Просто идет горячий воздух и вода, летом вообще не видно ничего. То есть это не старые заводы, где вокруг завода все было в метровом слое пыли. Здесь очень европейские требования к экологии. Щебеночно-мастичный асфальтобетон отличается от традиционных асфальтобетонных смесей тем, что в нем содержится до 80% щебня и до 7,5% битума. Удерживать в материале большое количество битума позволяет стабилизирующая добавка. Вот этого биотопа в 2 тонны всего добавляем 7 килограмм. И качество резко меняется. А меняется за то, что происходит лучше адгезия. То есть адгезия – это прилипание битума к щебню. А если щебень хорошо обволакивается к битуму, прилипает, значит дорога будет, камушки будут прилипать, она будет долго стоять. На заводе работает собственная лаборатория, сотрудники которой строго следят за соблюдением технологии производства. Все материалы тестируют на соответствии определенным параметрам. Если есть незначительные отклонения, то вносят корректировки в программу. Если представленные материалы не соответствуют ГОСТу, их отправляют обратно поставщику. То есть работаем только по ГОСТу, чтобы наш асфальт был прочным, надежным. Если что-то не так, то сразу же вносятся корректировки на сам завод. После запуска производства мы формуем вот такие образцы из асфальта и проверяем их на прочность, на водонасыщение. Ну то есть все, с чем может столкнуться асфальт в реальных условиях. В лаборатории есть образцы составов старого и нового асфальтового покрытия. Разница между ними очевидна. Во-первых, то, что используется щебень только горных пород, вот он серенький на срезе, высокопрочный. Старый асфальт на известняковом, он малопрочный. Второе, это то, что больше добавлено битума, плюс еще минеральные добавки, минеральный порошок, адгезия. То есть рецепт уже сложнее. Укладывают смесь тонкими слоями, тем самым снижается удельный расход материала. Цена сырья для приготовления щебеночно-мастичного асфальтобетона выше, чем традиционного асфальта. Но и качество его возрастает. Он как бы имеет свойство самозалечивания. То есть в температурном режиме, когда зима, весна, лето, температурные трещины происходят в обычном асфальтобетоне. Здесь они заглаживаются. В течение хорошей погоды, при солнечной погоде, они будут самоликвидироваться. До завершения работ на улице Семашко осталось совсем немного времени. Дорогу откроют раньше запланированного срока, так как работы ведутся с опережением и графиком. На данный момент осталось парковки, стоянки сделать. Это уже с другого асфальта, тип B, марк 3 будет. Примыкание, озеленение, барьерное ограждение, перильное ограждение. Светофоры и дорожные знаки. Оценить новые покрытия старовчане смогут уже в конце октября.